Кислотно-щелочная среда путинской клептократии поглощает в первую очередь самых честных и самых отчаянных. Про Алексея Суханова, адвоката из Магадана, политвестник уже рассказывал. И теперь Алексей Суханов рискует разделить судьбу Сергея Магнитского. Сегодня Суханов вышел на одиночный пикет на Лубянскую площадь. На одного Суханова нагнали автобусы с ОМОНом. Власть съехала с катушек и даже целый полковник признался. Я выполняю приказ и комментировать на службе ничего не стану. А что тут комментировать, когда бандформирование боится потерять место в Кремле? Вот и нервничает, отдавая сумбурные приказы. Я обратился к директору ФСБ Бортникову с заявлением с просьбой проверить достоверность сведений о финансировании его сотрудниками бандформирования в Чечне. Это заявление он отдал тому сотруднику, бывшему уже сотруднику ФСБ, в отношении которого я просил провести проверку. По его абсурдному требованию Магаданский городской суд меня признал лицом распространившим директору ФСБ порочащие сведения. Из-за направления этого заявления меня планируют в ближайшие месяцы посадить в камеру спецприемника ГУВД Москвы, ввести туда агентуру ФСБ и силовым путем добиться подписания от меня признания директору ФСБ в том, что якобы мне ничего не известно о финансировании корымским золотом, чеченского бандформирования, в частности о ликвидации части этого канала у ФСБ по Магаданской области. Алексей, а у вас есть документы, подтверждающие вашу правоту? Магаданский областной суд в конституционном определении 14 сентября 2010 года написал, адвокат не вправе обращаться с заявлением в государственные органы с просьбой проверить достоверность сведений о причастности сотрудников ФСБ к убийству, так как это является злоупотреблением правом. Мы все понимаем, что подобные действия, назначенных президентом России судей, свидетельствуют о попытке безуспешной укрыть сведения о злодеяниях ФСБ России. А кто конкретно вам угрожал судьбой Магнитского? Ко мне подошли два человека, это еще в Магадане было, вечером мы с ними общались в лесопарковой зоне, и там они мне сказали, что как только я не подпишу признание, меня на основании решения суда, на тот момент меня собирались посадить в спецприемник УВД Магаданской области, бывший ИВС, УФСБ по Магаданской области, но вот на сегодня я уехал из Магадана, я в Москве, поэтому в Москву. Ваши дальнейшие действия, не собираетесь ли вы покинуть Россию, поскольку здесь вам становится опасно? Нет, я остаюсь в России, я принял это решение до самого конца, до самого упора, чем бы мне это ни грозило, я остаюсь здесь, с россиянами, поэтому я не боюсь сотрудников ФСБ, я считаю, что время, оно все растает по своим местам, и каждый в том вот здании ответит за свои злодеяния. Система, идущая в разнос, похоже, окончательно утратила остатки инстинкта самосохранения. И никто не удивится, если к списку Магницкого скоро присоединится и список Суханова. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Плитвестник ТВ.